Всем добрый день, уважаемые трейдеры, уважаемые инвесторы, всех, кто сегодня собрались, все зрители YouTube-канала компании А-Маркет. На связи Михаил Ричер и сегодня мы продолжаем с вами разбирать сделки и торговать на валютном, фондовом и фьючерсном рынке. Начинается новая неделя, вернее, заканчивается предыдущая, сейчас у нас пятница уже, рынок прекрасно отработал все наши точки ухода, отработал идеально все то, что мы отбирали на прошлой неделе, ну, почти идеально, есть некоторые сделки, которые мы подходили в просадке, но в то же время другие сделки нам прекрасно все перекрыли, в частности, я говорю про Инда Страхов Икс, который я показал на прошлом нашем эфире. Так, что же у нас сейчас? На данный момент первое, с чего мы начнем, это с макроситуации на рынке, а все началось, вообще вся неделя у нас началась с того, что ФРС экстренно не проводил даже свое плановое заседание 18 марта, а он сразу в воскресенье бомбанул, снизил процентную ставку до 0,25% и влил в экономику 700 миллиардов долларов. Вот такой у него интересный план. В итоге, что произошло? Сразу в понедельник рынки упали, хотя, казалось бы, ну, если идет снижение процентной ставки, вливаются дополнительные деньги, то фондовый рынок же должен расти. Почему это фондовый рынок падает? Потому что, запомните раз и навсегда, что фондовый рынок работает на ожиданиях. То есть, инвесторы, у них есть определенный план на будущее, что сколько заработает компания, сколько будет расти рынок, и если они ожидают, что в ближайшее время будет расти компания начнут зарабатывать больше денег, то, соответственно, они их начнут окупать в надежде на то, что в будущем компания заработает больше, соответственно, больше будет стоить, больше воплотить дивидендов, и можно будет ее, во-первых, и получить хорошие дивиденды, если она платит, и, второе, еще заработает дополнительные доходности за счет изменения цены. Вот. Но данное решение ФРС было воспринято рынком как паника. То есть, рынок начал понимать, что раз уже ФРС делает такие решения, экстренно снижая ставку, причем, при том, что сразу до нуля 0-0-0.25%, то это уже говорит о том, что ФРС чего-то боится. ФРС боится того, чтобы не было рецессии. А раз ФРС боится, значит, боятся все. Вот. Поэтому рынки еще больше упали на этой неделе, и только к концу недели, наконец-то, начали постепенно-постепенно восстанавливаться. В частности, вот буквально вчера я проводил эфир на своем канале, или позавчера, это уже было, по поводу текущей ситуации на рынке, и что делать. По предварительным моим расчетам, все центры банки мира, Международный валютный фонд, Мировой банк, другие крупные инвестиционные банки, они в общей сложности повыделяли около 5 триллионов долларов на спасение этой всей экономики. То есть фактически в рынок влито около 5 триллионов долларов. Это, чтобы просто в целом понимали, когда был мировой финансовый кризис, в частности, ипотечный финансовый кризис в Штатах в 2008 году, то на тот момент было влито в экономику где-то в районе 3 триллионов долларов, а тут 5 триллионов долларов. 3 и 5. Масштаб, понимаете? Вот, то есть, это в 2 раза больше. И это еще не пределы, это еще не факт, что еще не закончилось. Соответственно, чего нам ожидать? Смотрите, в целом, просто чтобы понимали, что у нас на данный момент по экономике, и тогда вы будете понимать дальше, как торговать всю валюту и чего ожидать от рынка. Первое, что пошел большой удар по производству. За счет карантина, за счет закрытия заводов, за счет перевода на удаленку, вся сырьевая экономика, все производство пошло на спад. Это мы видим в Китае, это минус 13%, извините, это много. Дальше. Соответственно, если мировое производство идет на спад, как результат появляется большое предложение сырья, нефть, газ, медь, сталь и другие черные и цветная металлургии, в итоге это все сыпется. Цена на это все сыпется. Раз сыпется цена на данную продукцию, в итоге компании, которые занимаются добычей нефти, продажей нефти и другие металлурги, они все попадают на бабки, потому что они будут продавать и уже новые контракты, подписывать по ценам, которые есть на данный момент. В итоге они в ближайшее время, в долларах не будет ожидаться, что они заработают больше. Как результат, цены на эти компании сцепятся. Следующий момент, что вся страна, в которых ВВП построено на сырье, то есть где основную долю ВВП занимают сырьевые компании, это Россия, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Украина, все уходит в космос. Все валится. Соответственно, для того, чтобы... Понятное дело, во-первых, это все понимают нерезиденты, это все понимает правительство, это понимают центральные банки. В итоге мы видим, что отток денег из страны, продажа акций, компаний в этих странах, в частности в России, то есть фондовый рынок России падает, индекс РТС, индекс Московской биржи падает, и рубль уходит на 80. Нерезидент на данный момент уже торгуется по 25 примерно, 25-27, если не ошибаюсь, и, что самое важное, рубль уже торгуется около 80 плюс-минус на межбанке. То есть четко все сырьевые страны пошли в минус. Сейчас разберем все другие валюты, Австралия, Новая Зеландия, Канада, тоже увидите, что они все в большой глубокой-глубокой же. Вот, единственное, что радует, что 20 долларов, это уже как бы достаточно такой близко к дну, и есть шанс, что нефть начнет уже постепенно восстанавливаться и договорятся по поводу сокращения добычи, и нефть восстановится хотя бы до 30-35, и будет в том диапазоне по торговости. Понятное дело, это все равно мало, это не те 50-70 долларов, которые были по нефти еще буквально несколько лет тому назад, это и так достаточно низкий диапазон, но в то же время это уже стабильный диапазон, и все стабилизируется, и курсы валют не будут прыгать такими большими темпами. Это первый момент. Это второй момент. Что делают сейчас вообще мировые инвесторы? Все мировые инвесторы берут и покупают доллар. Доллар нужен компаниям, доллар нужен банкам, доллар нужен инвесторам. Почему? Потому что все вложения дальнейшие будут идти в компании, в компании, соответственно, фондовые индексы на минимумах, и можно уже сейчас начинать искать хорошие перспективные компании, которые можно вложиться на ближайшие 3-4 года, и которые нам дадут по 100, по 200, а то и по 500% на период инвестирования. В результате для того, чтобы их купить, нужен кеш. И на данный момент, на фоне того, что уже процентная ставка в Штатах снижена, мы видим, кстати, давайте я вам сразу даже покажу это, что это мы потом разберем. Мы увидим, видим, видим, что даже кривая доходности по гособлигациям США уже имеет нормальный вид, не инверсный, и инвесторы уже не ожидают дальнейшего снижения процентных ставок. И это о чем говорит? Смотрите, трехмесячные доходности 0,048, то есть почти около нуля, годовые дают 0,17% в год, а десятилетки 1,12, 1,77, 30-летние облигации. То есть сейчас что происходит? Инвесторы выходят из длинных облигаций, заходят в короткие облигации, и почему заходят в короткие? Просто чтобы деньги не простаивали, чтобы не было просто валют, а был какой-то актив, и хоть какой-то процент, даже будет этот 0, но все равно хоть какой-то процент будет. И, соответственно, они сидят в этих коротких облигациях и ждут времени, когда их продадут, и начнут заходить в фонду. То есть это я сейчас так в общих чертах объяснил, понятное дело, там есть более глубокие причины, если я начну это все вам рассказывать, вы просто уснете, поэтому в целом, чтобы понимали. То есть когда на рынке ситуация больше стабилизируется, а когда она стабилизируется? Примерно после карантина, это середина апреля месяца. С середины апреля месяца начнется уже плавное восстановление рынка, хотя и до этого времени, я думаю, тоже оно уже, по ирону больше пойдет на восстановление. И, что самое важное, второе полугодие ожидается, будет V-образный скачок, то есть мы упали резко, сейчас поторгуемся, и также резко начнем расти обратно, где-то во втором полугодии. То есть это июнь, июль, август, и пошло дальше поехало, особенно сентябрь, ближе к выборам. То есть мы можем видеть хорошее восстановление фондовых индексов США. И сейчас именно нужно больше рассматривать инвестиции в, во-первых, технологические компании, потому что если посмотрим, как двигается Spider и как двигается TripleQ, Spider это индекс широкого рынка S&P 500, TripleQ это индекс технологических компаний, то видим, что технологические компании на данный момент упали меньше и растут быстрее. Почему? Потому что все уходят в удаленку, все уходят в, как они называются, в онлайн и в результате нам нужны IT-технологии. И эти компании сейчас будут набирать очень даже неплохой оборот. Поэтому на глобальную перспективу нужно присматриваться к технологиям и мы уже входим в четвертую промышленную революцию и заходим в информационную эру. Поэтому после вот этого, если его можно назвать кризиса, вот такого, который у нас резко произошел, пошло резкое обнуление, обновление и перезагрузка системы и сейчас вполне вероятно у людей сформируются привычки уходить больше в онлайн и перейдем в новую эру технологии. Поэтому мы уже своим инвесторам подбираем компании, которые в ближайшее время будут, как это называется, disrupt, разрушивать старые привычки и навязывать свои новые и будут быстро-быстро расти, быстро зарабатывать деньги и в ближайшее время могут повырастать на несколько десятков, сотен процентов на период в ближайшие 3-5 лет. Поэтому, если вам интересно, тоже обращайтесь. Так, вот, но теперь приступаем к валюте. Как я уже сказал, все заходят в доллар. То есть мы с вами об этом говорили на прошлом эфире, что доллар у нас был локально на покупку, потому что он будет сейчас максимально всем интересен. Но после текущей событий, после уже снижения процентов на ставок, глобально американский доллар можно рассматривать уже в продажу. То есть пока он еще интересный, но уже глобально его можно рассматривать в продажу. Поэтому на следующую неделю, я думаю, что мы будем больше находиться во флете. Я напишу тут сел. Но лучше уже рассматривать валютные пары по отношению к доллару, уже присматриваться к точкам входа на продажу. Вот это тоже такой важный момент, который следует учесть. Но, еще раз говорю, это глобально. То есть это не речь идет о том, что завтра доллар резко вырастет. Вернее упадет. Наоборот, он еще может завтра, может еще половину следующей недели торговаться в каком-то флете, а то и укрепляться. А потом уже начнет плавное восстановление. Особенно после того, как инвесторы начнут уходить из краткосрочных облигаций, начнут их продавать, они начнут заходить в фонду и начнут продавать доллар. Тогда все пойдет в обратную сторону. Так, далее. Что касается наших сделок и наших валют. Давайте пройдемся по всему. По евро-доллару. Собственно, как мы с вами говорили, сейчас какой-то возврат и обвал. И вот смотрите, как раз в следующей неделе. Здесь торгуемся и можем уже искать точку ввода на дальнейшую покупку по евро-доллару. По британцу тоже идеально грохнулись. Тоже ждем от торговки и формирования нижних уровней и точку ввода на покупку. Доллар-франк просто идеально дошел до тех уровней, которые мы с вами тоже отмечали. Тоже ждем какую-то растроговку, но я думаю, что доллар-франк еще больше пойдет вверх. Франк пока интереса для инвестирования нет. Доллар-иена. Та же самая картина. Та ждали инфляцию. Инфляция вышла ниже. В итоге доллар-иена дальше растет и он продолжит свой рост. Как минимум, первая цель у него будет 112.34, а глобально вообще он может обновить максимум и далее пойти еще вверх. Новотела НЗД-иена. Вот здесь у нас сегодня был шикарный сигнал. В целом по НЗД-иене я тоже жду дальнейшего движения наверх. Мы очень круто упали. Есть хорошие сигналы. Честно говоря, я не успел здесь зайти. Давайте, знаете-ка, зайдем прям по рынку. Что нам? Что нам терять? Ничего. Вот. И дальнейший тейк-профит я его жду как минимум на уровне 70 в этом типо зоне. Поставим сразу 69. Давайте вот так. 69, 80. Где-то сюда он дойдет. Просто круглый уровень не хочу ставить. Там спреды и тому подобное. Пусть его цепанет и потом не дойдет. Это наследие долгосрочной перспективы. Если упадет еще мне к этому уровню, я его здесь еще докуплю. Но уже более меньшим объемом. NZD и USD пока он у нас в покупке. Очень круто грохнулся. Сейчас я его еще долью лотом 0,01. Помните, у нас доливки идут лотом 0,01. И ждем его дальше наверх. Так, доллар-канада тоже неплохо вырос. Тоже дошел нам практически к нашим целям. И сейчас, смотрите, ждем сегодня формирования уровня. И в этом диапазоне уже, в принципе, доллар-канадец уже очень круто упал. Нефть уже, тоже говорю, приблизительно достигла своего дна. Поэтому, я думаю, будет хоть оффлэт и дальнейшее снижение к нашим вот этим уровням. Это 1,39-1,40. В этот диапазон мы можем вернуться. А вот та же самая картина, что и новозеландец. Доливаемся и ждем дальнейшего возврата вот сюда. Он дойдет. На самом деле, знаете, что самое интересное? Смотрите, да, мы просадки, да, у нас там есть минуса. Но, во-первых, я закрыл VIX, который мне принес 400 с копейками долларов. Сейчас у меня VIX, который уже приносит 500 с чем-то долларов. И даже, несмотря на все вот эти минуса, мы находимся в очень даже хорошем плюсе. И просадка, даже если бы я вот VIX не торговал, была бы просадка около 15-20%, что, в принципе, при моих рисках в 50% на этот депозит в очень даже адекватных пределах. Дальше, OutCut. Та же самая картина. Зашли, доливаемся, потому что уже сильное движение прошло. Можно было, конечно, ниже долиться, но как уже есть. Так, OutFranc. Выставляли отложенный ордер ByStop. Он у нас так и не сработал. А раз он не сработал, в таком случае нахер он нам нужен. Поэтому мы его убираем. ДЛТ. И сейчас сигналов пока нет. OutYen. Вот OutYen нам присвоит сигнал, и вполне вероятно, что очень даже неплохо может вырасти. Давайте в него тоже зайдем. и наша цель будет где-то на уровне 72. То есть вот туда его и напишу. 71.80, чтобы точно доросло. Так, это все равно будем смотреть в дальнейшем походе. Вот OutYen сегодня добавил сигнал, но пока у него заходить не буду, пока ничего интересного. CanadaFranc. Шикарный сигнал, на самом деле может пойти очень хорошее движение. Я лучше завтра подожду, потому что можем поторговаться где-то здесь во флете и дальше пойдем аж наверх. Поэтому пока его не буду заходить. Но сигнал уже есть и можно его рассматривать на покупку. CanadaYen та же самая картина. Смотрите, сигнал был идеальный здесь, но тоже чуть-чуть не успел. И сейчас не хочу уже заходить. Франк Yen здесь флэт сплошной, поэтому не заходим. Евро Out это просто космос и туда, и в обратку. Это просто что-то невероятное. На самом деле я не ожидал, что будет такое сильное движение, но уже смотрите, можем здесь подставить отложенный ордер на уровне 1.83 2.22 Давайте его так и сделаем. 0.05 Pending Order Sell Stop 1.83 3.22 Если пойдет вниз за цепь, в таком случае движение вниз будет как минимум к уровню 1.60. Это вообще минимум, который мы увидим в ближайшее время. Так, Еврокат. Тоже был хороший сигнал наверху, но пока я под него не заходил, особенно сильного движения будет остроговка. Дальше. Евро, франк. Вот тут на самом деле картина мне уже начинает, не нравится. Он в очень таком узком флейте торгуется. Может как резко выстрелить наверх, так и еще пойти вниз. Да, сигналов много на покупку рисуется, но мы уже купили здесь и шаг наш еще не прошло, поэтому ждем, что будет дальше. А что будет дальше, вполне вероятно, завтра мы можем еще пойти вниз и будет какой-то новый формироваться уровень и аж потом можем заходить на покупку. Поэтому пока я бы не заходил. Если вы еще не в сделке, можете выставить отложенный ордер на уровень 1.054.36, то есть вот на этом уровне и заходить иначе нет. Евро, фунт шикарно отработан, ждем, пока больше. Вот здесь снизу были сигналы, мы не успели в них зайти, а сделки была бы хорошая. Евро, я на ровно по центру ничего не делаем, Евро, НЗД, то есть тоже вот здесь был хороший заход, но сейчас уже ничего не делаем, фунт аут, хотя на самом деле Евро, я бы его даже рассматривал больше на продажу. Поэтому если вы готовы смириться с такими рисками, но у меня, правда, риски по-другому рассчитываются, я вам рекомендую посмотреть первые мои видео на этом канале, там я как раз рассказывал, как МАГа я анализирую, как риски анализируются, как строятся вот эти все уровни, поэтому посмотрите, фунт аут пока ничего, фунт кат пошел вниз пока ничего, фунт франк тоже пока его лучше не трогать, фунт ена упал, хотя мы его покупали и сейчас он так неплохо просел, я бы его еще сейчас долил, ся только объемом 0.01 уже, вот на самом-то деле, вот я сейчас, конечно, доливаюсь, но у меня эти все риски засчитаны, я понимаю, почему я сейчас доливаюсь, у меня отдельный аксел есть, где это все посчитано, поэтому не думайте, что я это делаю наобум, то есть все это рассчитано, как мы с вами разбирали первое занятие. Так, фунт НЗД, у нас одна сделка, пока она в плюсе, шикарно, ждем дальнейшего снижения, я жду его как минимум на уровень 1.90-50, вот и когда мы сюда упадем, тогда его буду крыть, а так пока ждем, НЗДК тоже ждем, после вот этой волатильности ничего не люблю, доллар-рубль, это просто шикарно, все, как мы с вами говорили по плану, но честно говоря, я не ожидал, что будет 80, я думал, что будет где-то 72, ну 71-72, вот да, это я ожидал, но 80 это новость, ну, май, серебро, пока вообще неинтересно для работы, не заходите, так, биток, биток уже, собственно, все эти миллиардеры, владельцы битка, которые, которым не хватало долларов для того, чтобы купить своим любовницам новое, оживелье или новую машинку, ну, собственно, они уже продали свой биток, поэтому сейчас есть шанс, что криптовалюта начнет тоже свое восстановление и начнет рост, поэтому пока я жду больше по крипте дальнейшего роста, в частности, по битку, все, что выше 6 тысяч может вырасти дальше где-то минимум 9,5-10 дальше, но это тоже на средне-долгосрочную платина, конечно, в жопе, но это, понятное дело, как и все сырье, поэтому пока ее не трогаем, по фондовым индексам, как я уже и сказал, можем постепенно присматриваться к покупкам на средне-долгосрочную перспективу, NASDAQ, S&P, вот, но более интересный наш индекс страха, WIX, первую сделку, которую мы совершали с вами на прошлом эфире, вот она идеально у нас отработала, сразу первый же день упала, я прикрыл эту прибыль, и там была прибыль порядка, сейчас вам скажу точно, вот у нас SellWix, прибыль была 464 доллара, вот ее я закрыл, и после того, как мы заново дошли к этому уровню, я еще раз продал, рынок, конечно же, провалился, и сегодня я еще раз продал WIX уже по более высокой цене, жду его дальнейшего снижения, потому что общая тенденция, как минимум мы дойдем к 29, а потом, потом вообще будем падать где-то к 14 и ниже, вот, поэтому зашел, это на средне-доркосрочная такая сделка, тем более, что когда движение пойдет в виде, доходность у нас очень даже нехилая будет, дальше по нефти, нефть пока еще стабилизируется, если нефти покупать, то только если мы еще раз упадем к уровню 23, сколько нас там, 24,82, да, вот, или же пока пока ждать, потому что непонятно, что сейчас будет, то же самое по UCOIL, ждем обновления минимумов и возврата, или же, если мы здесь какой-то новый сигнал будем отрисовывать, то есть максимум, что он может зайти, это выше уровня 27,50, и то надо, 100 будет очень большой, поэтому лучше его, лучше нефть пока не трогать, но есть одна хорошая тактика по нефти, это, смотрите, вот у вас есть нефть по цене 26,08, допустим, сколько максимум может упасть нефть? В ноль, то есть ниже 0, она не упадет, берете, рассчитываете себе вложение по, допустим, покупаете 100 баррелей нефти по цене 26, то есть вы сколько, 100 баррелей нефти умножаем на 26, 2600 долларов вы вложите, по цене 26, потом, если она упадет, скажем, до 20, вы еще доливаетесь, уже еще 2000 долларов вкладываете, потом, если цена упадет до 15, еще вкладываете, и того у вас получится общее снижение, то есть вы просто за счет усреднения каждые 5 долларов вы максимум, сколько вы вложите, это вот сейчас, скажем, 2500 плюс 2, это уже 4500, плюс, если упадет до 15 долларов, вкладываете, у вас будет 6000 долларов вложения общие, плюс ко всему с кредитным плечом, это спокойно можете посчитать себе и вложить, и даже если 10 упадет, но еще до сих пор, 7000 долларов, то есть отсюда вот просядете, вложите максимум 7000 долларов, средняя цена вложений, если мы берем каждые 5 долларов, в таком случае у вас будет примерно 15 долларов, даже чуть больше, будет около 17, при вложении в 7000 долларов, по цене 17, она упала до 10, ваша просадка будет порядка 4900 долларов, то есть это себе надо закладывать, то есть это вообще самый такой хуже вариант, это себе нужно заложить, и рано или поздно нефть уно вырастет, ну не упадет она в ноль, потому что нефть не пропадет, и в итоге вы после роста себе заработаете очень даже нехирую доходность, но надо будет посидеть там где-то месяц 3, ну и что, то есть вы за 3 месяца заработаете от 70 и больше процентов своему депозиту, если правильно его рассчитаете риски, поэтому почему это плохо, я не вижу этого ничего плохого, важно наша задача заключается в том, чтобы заработать деньги любыми способами, а не находить какие-то пиздатые сделки с маленькими стопами и хвастаться, как я зашел очень точно, нахуй это никому не надо, надо деньги заработать, вот это наша с вами главная задача, поэтому надо искать стратегии, которые дадут доходность, почему я захожу в X, почему я его продаю, потому что я понимаю, что в ближайшее время страх с рынка уйдет и фондовый индекс начнет расти, в результате, ну собственно на чем строится этот индекс страха, на волатильности пуд опционов, и чем выше волатильность, тем больше люди как бы боятся, тем больше стоимость этих опционов, и как результат растет вот этот индекс VIX. Рано или поздно этот страх уйдет, рано или поздно он снова начнет падать и этот индекс вернется обратно. Это один из индексов, на котором можно использовать стратегию Мартингейла, ну если грамотно ее рассчитать, потому что рано или поздно страх из рынка уходит. И в результате мы увидим возврат дальнейшего этого индекса к минимумам, а раз мы увидим возврат к минимуму, то, извините, заработать от, продать по цене 80, а закрыться по цене 17. Сколько мы зарабатываем? 17 разделить на 80, 20, ой, минус 7, 79% от суммы вложений. 79% классно, классно. Да, мне надо посидеть, будет несколько месяцев, да, я не зашел, мне это точно на самом максимуме еще что-то. Да, у меня там иногда минус, в этом моменте был минус, но у меня риск так рассчитан, что я могу высидеть. И все, я просто сижу себе и жду, когда я получу доходность. Вот сумма вложений, вот это самое главное, вот этому вы стремитесь, а не пытайтесь найти какие-то воздушные и слепые уровни, ставьте слепой уровень, это если используете эту стратегию, обязательно указывайте, что это моя, потому что это запретентовано. Вот, и зарабатывайте деньги там, где вы понимаете и занимаетесь и осознанно трейдинг. На этом у меня все, с вами был Михаил Ирищер, увидимся с вами ровно через неделю, надеюсь, много чего поняли после этого эфира, надеюсь, заработали вместе со мной, пишите в комментариях, пишите в комментариях, какие ваши ожидания на ближайшее время, как вы проводите свой карантин и что будет в ближайшее время с коронавирусом, потому что уже выходят хорошие новости, поэтому, видите, я даже сегодня про него ничего не упоминал, почти. Вот, всем хорошего настроения, всем хороших выходных, увидимся с вами ровно через неделю, мойте ручки и не болейте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok